Почас оккупации в 43-м годе вёска Дзяжинск была практически полностью спаленная, як до речи и бошись вёсок Лельцкого района. А прича того, с фронтовой Великой Ачины до дому не вернулся 78 местовых жахаров. Сегодня их прозвище можно убачить на помнику, який находится у центра населенного пункта. После войны на месте спаленных домов побудовали новые. Сегодня у Дзяжинску проживают около 700 человек, и сярут их только один у денег Великой Ачины. На протягу дня у доме Ивана Гайкевича двери практически не закрываются. 17-го студента святкуя 95-й годовый юбилей, веншуюсь родные, представники профсоюзной и ветеранской организации. И вы счастливы тем, что вы находитесь в кругу родных своих, что у вас замечательная такая дочь, зять, что у вас любят все. А это главное, любовь, когда есть к человеку, потому что вы добрый человек, вы всех любите, и вас любят все. У Червоную армию Ивана Гайкевича, призванный в мае 44-го, а я шепраз месяц на фронте, где знаходимся до дня перемоги, за выключением полутора месяцев у шпитали, куда трапил после ранения. Увесь час Иван Гайкевич был кулеметчиком, на этих немецкие снайперы обвестили соправдное поливание. У фронтовым життей юбиляра у вогули было шмат моментов, коли приходилось вейминя лёгко. Почас боев за тот же город-крепость Кенигсберг, например, они выстояли и перемогли. Они выходят, руки подняли, 60 человек, артиллеристы. Где-то уже оставили на передовой пушки эти, то уже оттуда пришли. Да они стали сдаваться в плен, эти же немцы. У послевоенный час Иван Гайкевич працавал лесником, у его троих детей, 13 унуков и 18 правнуков. Коли все сбираются разом, у хате просто нема свободного места. Хоть клопотится об ветеране, не только родные, сегодня в 8-м леченском районе засталось всего 13-ю денег у Великой Очиной, яких не только запрашиваешь на урочистости, а ли и постоянно наведываешь по месту жихарства представники социальных служб. Постоянно мы их посещаем на дому каждого из них. И если сразу возникает какая-то просьба или потребность, она сразу же удовлетворяется и решается. Олег Синчаров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гумель», Леченский район.